Самый разгар рабочего дня. Полицейские несут дежурство в районе 32-й школы. Проверяют, как родители доставляют детвору на уроки. И такое внимание оправдано. На календаре только второй месяц года, а уже шестеро пострадавших несовершеннолетних, четверо из которых пассажиры. ГАИ города Уссуриска информирует водителей и родителей, чтобы в обязательном порядке смотрели за детьми, которых перевозят, чтобы были в обязательном порядке пристегнуты в детских удерживающих устройствах. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 3000 рублей по статье 12.23, часть 3. В правилах четко прописано. До 12 лет ездить на переднем сидении без детского удерживающего устройства запрещено. С 7 лет ребенка на заднем сидении можно пристегивать штатным ремнем безопасности. До этого возраста обязательно кресло или бустер. А вот устройство ФЕСТ сейчас скорее используют лишь для удобства ребенка. В ПДД его больше нет. А если вы его используете как за детское удерживающие устройства? Нет. Кстати, все меньше сложности возникает при перевозке детей в такси, отмечают сотрудники. Машины оснащены креслами. А вот обычные горожане, даже имея специальные приспособления для безопасности малышей, не следят за тем, чтобы дети в них были пристегнуты. Как итог, в этом рейде 6 штрафов на автомобилистов. Правильно я считаю, что дети должны быть пристегнуты. Во-первых, это удобно и при резком торможении, так как у нас, вы знаете, прекрасно, что могут быть и резкие торможения, не только по вине какого-то водителя, что может ребенок выбежать. Тем более у нас, я так понимаю, вы видите, какая тут обстановка по утрам, дети между машин выскакивают и приходится резко тормозить. Это главный аргумент для соблюдения ПДД. Ни один водитель не может предугадать, какая ситуация развернется на дороге. Кстати, в рейде по проверке правил перевозки детей участвовало 5 экипажей. Попутно выявили нарушителей и среди пешеходов. 12 человек пересекли оживленные улицы против всяких правил. Ольга Муравьева, Николай Ларченко, Телемикс.